Хотели вам еще одну секрет старых мастеров показать. Я на одном из своих мастер-классов показывал эффект. Мы назвали его, по-моему, византийская патина. То есть когда мы на Венецию, то есть мы ее отмоделировали, вот как под средневзенноморскую штукатурочку, и потом вскрыли воском колерованным. И получился очень интересный такой эффект. Такая прозрачная, как я говорил, венецианочка. Здесь мы по просьбе Саши сделаем еще один фокус, а именно взяли наш волшебный воск, взяли пролынки. Соотношение это 1-5, наверное. И добавим сюда немножко золота. Сейчас тоже посмотрите, сколько и на ваше усмотрение какое-то количество. Ну, не знаю, Аль Саши, сколько здесь? Ну, 1-40, да, мне не надо, 50. И вот у нас получится. Мы называем такое античное золото. Даже не античное, мы ее называем, олимпийское золото. То есть, светлое-светлое такое. То есть, получается воск, я уже говорил, повторю, что это по большому счету, ну, как прозрачная Венеция. То есть, это же акрил, как воск. А это получится, ну, как патина, да, только перламутровая. Олег, еще один вопрос. У нас это есть просто чисто основа. Венециановская штука, грубо говоря, первые сложные в средиземноморожном исполнении. Если это все, дать еще второй и чуть-чуть заглянцевать. Не смысла, нет смысла, нет, нет. Вот именно, что в этом случае нет. То есть, я ее даже называл, можно ее назвать, да, такое, ну, не скажу, что для начинающих. Но, во всяком случае, те, которые хотят освоить Венецию, да, им еще там с полировкой, вот с наложением сложно. То вот этот вариант с воском, это, наверное, будет, ну, такая находка. То есть, вот на второй слой, делая такие патинки, да, они могут себя очень уверенно чувствовать. Ну, во-первых, он уже не прихватывается, как Венец этот. То есть, вот они пик-так, да, вот такой же техникой, как и венециан. Ну, за счет того, опять повторю, да, что вот полупрозрачный, у нас видна, да, и подложка какого цвета, да, у нас видны все, как бы говорить, тот рисунок, который мы сделали венецианкой. То есть, это вроде как, ну, такая, как Марсель, да, Марсель. И мы можем отыгрываться уже на этом воск, вот на базе этой мы можем там добавить даже цвет сюда, да. Я, может быть, чуть-чуть имел чуть-чуть другого. Вот у нас, допустим, чисто классическая вот эта вот венецианка. Вот сверху нее, вот это золото. Нет, это другая, другой воск идет, Саша. Вот, видишь, мы друг другу, значит, не помним. Ну, давай тогда сейчас посмотрим. Так, смотри, о чем я, ну, в самом начале говорил. Мы запускаем, вот, к примеру, вот сюда. Да. Даем вот это вот золото, ну, вот эту вот патину с вот этим золотом туда, а потом поверх... Серый. Серый. Вот можно, вот тогда, вот как ты говоришь, там можно. У нас это воск, я вот не могу его... Ну, я понял, ну, в теории, в принципе. Да, можно. Смотри, это вот когда ты положил первый слой, потом накрыл, полирнул и хочешь добавить золото, тогда да, тогда ты делаешь воск уже для Венеции, церу, как ты называешь. Добавляешь красную, ну, тоже, может, там тоже пролынки, тут же золото, понял? Только в тот водорастворимый воск, который для Венеции, в ту церу, который там в Испании у тебя, которая на скипидаре, там только пудра пойдет у тебя. Там только пудра, потому что ты же пробовал, добавляя декоративки, оно получается, ну, представь, скипидар и вода, но оно сворачивается и эффект у тебя. Значит, по мере того, как у нас поверхность будет забирать влагу, да, вот, мы можем еще чуть где-то добавить, да, вот, где-то там рисунок нам особо, там где-то может убрать. И потом, вот оно, на полуподсыхании, да, мы также его можем полировать, как это мы делаем с Венецией. Один в один, то есть он себя ведет точно так же. Он не будет там прихватываться, не будет там подрывать, ничего этого, никаких, засады такой не будет. Вот сейчас оно немножко прихватывается и я ее полирую. Подожди, еще один момент. Вот на вот эту венецианку. Да. Я, к примеру, пускаю вот это. Да. И сверху, Сэма. А, сверху, да, можно. Вот, что я имею в виду. Можно еще, точно, точно. Вот Саша говорит, что можно совместить, если мы не можем в перламод, вернее, в тот воз, который у нас на скипидаре добавить, да, декоративную краску, которая на водной основе, то мы можем сделать, как такое, перехитрить. Мы можем сделать авторскую лазурь с перлынкой, золотом, а потом сверху просто скрыть воском, который на скипидаре. Можем. Да, 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 не вопрос, не вопрос, да, так, так, так. И оно дает тогда вот этот вот золотистый перелинок. Точно, 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 точно. Все вот эти вот наковины, оно остается. Да, точно можно. Это, ну, так сказать, в наших руках. Сейчас оно немножко прихватится. У нас еще материал, хотя. Можно его чуть вкалернуть, чтобы вы просто увидели разницу. Давайте я сейчас, оно еще свеженькое. То есть идея в чем, если бы оно прихватится, и я, например, добавлю еще сюда золото. И потом еще раз к нему подойду. Может быть, чуть позже, да, Олег? Давай сейчас делаем паузу. Пока выключи. Он подсохнет, и я вернусь. Сейчас.